Мы будем держать вас в курсе всех событий по делу Лизы Безъязыковой. И продолжим выпуск. Погода нестабильна, но куряне не отказывают себе в речных прогулках. Те, кому прохладно плавать в купальных костюмах, пересели на лодки. Инспекторы ГИМС проверили, соблюдают ли водители судов этику и правила поведения на воде. Спасательный жилет и ясное сознание. Вот минимальный набор для выхода в плавание. Касается это и водных пешеходов. По статистике, в 90% случаев причина гибели отдыхающих – алкогольное опьянение. Всего с начала купального сезона вода унесла жизни 30 человек. Мы сократили гибель ориентировочно на 15-18%. Но это не говорит о том, что работа сделана, большое количество людей сейчас находится на водоемах. В целом гибель населения в области еще высока. Снизить ее пытаются совместными усилиями. Нарушители штрафуют, тарзанки срезают. С непослушными детьми проводят беседы. Эти мальчишки пришли купаться на необорудованный пляж без взрослых. Хотя детям до 12 без присмотра доступ к воде закрыт. Невнимательных родителей пытаются заменить спасатели. Всего на территории области у нас насчитывается более 900 таких водных объектов. И безусловно, важной задачей на сегодняшний день является обеспечение безопасности именно на всех этих водоемах. У нас на сегодня задействуется более 500 человек по патрулированию водных объектов и около 130 единиц техники. В этом году для отдыха курян на водоемах области созданы и функционируют более 50 пляжей. В 2016-м, как заметил главный спасатель региона, их количество планируют удвоить. Ирина Шашкова, Кристина Кононова при содействии Пресс-службы Главного управления МЧС России по Курской области.